Спасибо. Первые поздравления в свой 90-летний юбилей Гусев принимал в Федеральном космическом агентстве. Глава Роскосмоса Владимир Поповкин и все его заместители с интересом внимали рассказы Леонида Ивановича. Для всех он учитель и пример для подражания. Сегодня, как вы знаете, в Роскосмосе снова возрастает роль генеральных конструкторов. И коллегия Роскосмоса приняла такое решение, чтобы приподнять их роль. Сегодня в стране достаточно средств для того, чтобы можно было действительно какие-то ноу-хау придумывать в космосе и их реализовывать. После поздравления Леониду Ивановичу был вручен почетный знак Роскосмоса. Вся трудовая деятельность ветерана российской космонавтики связана с институтом, который сегодня называется Российские космические системы. Здесь он прошел путь от рядового инженера до генерального конструктора. Общий производственный стаж у меня 70 лет. Так что могу поделиться, у кого не хватает до пенсии. Желаю вам доброго полета! Поехали! Кадры, известные всему миру. Тогда радиосвязь между главным конструктором и первым космонавтом планеты Земля придумал именно Гусев. Из обычной прожепторной установки он сконструировал самодельную антенну. Мы на полигоне по уровню сигнала настроились. Королев начинает разговор и летит спутник, а я по уровню сигнала откручиваю, понимаешь, вот эту самую антенну. С его участием появились практически все радиотехнические системы наших космических аппаратов. И самое главное, его считают отцом глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, которую он разработал еще 40 лет назад. Министр звонит и говорит, а вы что спите, понимаешь, дорогие товарищи. Ну мы с Решетневым взялись, почему так самое, за этот самый ГЛОНАСС. Мы ее называли Ураган. Сделали, понимаешь, 20 лишних спутников, по сути, полную систему. Сегодня ГЛОНАСС получил новое дыхание. Система видит каждую точку земного шара, так, как и придумал ее Леонид Гусев. Секрет долголетия Гусев не скрывает. Любовь к своей работе и, конечно, чувство юмора. И жажда жизни. Вот эту фотографию сделай и напиши. Морально разложившийся Гусев. Алла Гусева, Борис Готгель, студия Роскосмос, Вести.